МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ты перестал встречать трудности, значит, ты сбился с пути. Ну, не переживайте. Уж чего-чего. А трудности я вам сегодня обещаю. Ну что ж, дорогие друзья, я вновь в эфире телеканала Ригу с программой «Великолепная пятерка» – прекрасная возможность провести время с семьей у телевизора, родителям блеснуть своими знаниями, детям освежить то, что они проходили недавно в школе, а двум замечательным командам побороться за звание полуфиналистов. Сегодня играют команда школа номер 57 и школа номер 32. Давайте приветствуем две замечательные команды. Ну что ж, я вам напоминаю, друзья, что в четвертьфиналах у нас действует рейтинговая таблица по результатам двух четвертьфиналах. Ситуация выглядит так. Первое место занимает республиканский и бурятский лицеинтернат номер 1 – 44 балла. Затем идет команда гимназии номер 59 – 36 баллов. Затем идет девятая школа, которая набрала 25 баллов. И команда школы номер 56 с 22 баллами. Для начала разрешите представить капитанов, играющих сегодня команд. Капитан школы номер 57 – Салбон Шайдонов и капитан команды школы номер 32 – Андрей Бадмаев. Вот они, давайте их приветствовать. Ну что, дорогие капитаны, как настроение? Команды готовы? Салбон? Конечно. Андрей? Супер. Все нормально. Хорошо. Но для начала, прежде чем мы начнем, капитанский фильтр, представляющий двух людей, которые волнуются и переживают не меньше, чем вы, уважаемая команда. Это ваши учителя. Татьяна Леонидовна Русанова, учитель математики школы номер 57. Давайте ей поаплодируем. Она видит нас, слышит. Ну и тоже наш старый друг Алексей Александрович Чижиков, учитель физики школы номер 32. Постоянный гость нашей программы. Ну что ж, начинаем. Капитанский фильтр там, где команда играет со своим капитаном. Капитан помогает, отвергая неправильные и оставляя верные ответы. Начинаем играть мы со школы номер 57. Она сегодня в красном. Салбон, вы готовы? Да. Ваша команда готова? Да. Тогда давайте начнем. Выбирайте. Четыре. Номер четыре. Хвойные. Известными хвойными считаются сосна, ель, кедр и лиственница. Но в этом списке есть еще семь. Секвоя, ирга, кипарис, тис, лещина, пихта, туя, криптомерия, можжевельник, каштан. Время. Секвоя. Секвоя. Это не пихо. Можжевельник. Катистик не являются. Каждый. Не знаю. Это ты. Это пихо. Итак, за каждый правильный ответ команде будет начисляться по одному баллу. Итого возможность заработать 7 баллов на капитанском фильтре. Поехали. Секвоя. Пропускаю. Верно. Пихта. Пропускаю. Два. Можжевельник. Пропускаю. Три. Лещина. Пропускаю. Ошиблись. Лещина – это не хвойная. Три балла. Три балла набрала команда. Давайте посмотрим, что сможет набрать в этом раунде ваш соперник. Поехали. Я думаю, что это Туя. Туя есть, правильно. Тис. Верно. Криптомерия. Три балла. И Ирга. Ирга. Ирга – это тоже неверно. Три балла. Прекрасный результат, друзья. Давайте поаплодируем обеим командам. Так, правильные ответы. Секвоя, Кипарис, Тис, Пихта, Туя, Гриптомерия и Можжевельник. Каштан, Лещина и Ирга – это неверно. Продолжаем дальше играть с командой. Замечательная школа номер 32. Андрей, прошу вас, выбирайте. Номер 12. Номер 12. Страны Азии. Россия, в том числе, и азиатская страна. А в этом списке еще семь представительниц Азии. Аман, Бурунди, Бутан, Восточный Тимор, Йемен, Маврики, Мальдивы, Мьянма, Джибути, Израиль. Полминуты на то, чтобы вспомнить их и назвать. Мальдивы, Мьянма, Джибути, Израиль. Итак, уже мы команды школы номер 32. Приступаем с вами вспоминать страны Азии. Начинаем. Йемен. Йемен. Прозвучал. Капитан должен принять или... Пропускаю. Верно. Дальше. Мальдивы. Пропускаю. Верно. Мьянма. Пропускаю. Мьянма. Три. Дальше. Израиль. Пропускаю. Четыре. Дальше. И Оман. Пропускаю. Пять. Еще два. Бутан. Пропускаю. Шесть. И... Восточный. Восточный Симур. Не пропускаю. Зря. Зря. Не пропустил. Но все семь стран, в общем, были названы. Аман, Бутан, Восточный Тимор, Йемен, Мальдивы, Литература. Биология. Краеведение. География. Русский язык. Физика. Русский язык и физика. Итак, друзья, третий четверть финал. 9-3. Темы выбраны. Начинаем первый раунд, друзья. Поехали. Открывает третий четверть финал сезона 2018 игрок команды школы номер 57 Владислав Горюнов. В прошлой игре не смог ответить на вопрос по истории и заработать заветные баллы. Но надеется, что сегодня команда сможет победить. Ему противостоит Арсалан Даржиев, ученик школы номер 32. В отборочном раунде отвечал на вопросы Блица и заработал 12 баллов. А еще 4 балла принес ему правильный ответ на вопрос соперника. Настроен на успешную сегодняшнюю игру. Так, Владислав и Арсалан. Владик, ну у нас в прошлый раз что-то с историей там не заладилось. Но есть возможность реализовать свои знания. И вновь история. И вновь 6 баллов дать его. Да. Все верно. Что такое план Маршала? Да. Варианты в ответ. Нужны варианты? Да. План оккупации Японии. План экономической помощи Европе после Второй мировой войны. План экономической помощи СССР во время Второй мировой войны. Поиск сторонников коммунизма в органах власти США. Могу дать еще подсказку. Хочешь? Не нужно. Подумай. Это я правильно. Поехали. Против. Итак, что же такое план Маршала по мнению Владислава Горинова? Это план экономической помощи Европе после Второй мировой войны. Который выдвинул госсекретарь США Джордж Маршал. Совершенно верно. Аплодисменты. Все верно. Четыре балла. Но я же обещал. Владик, я же говорил, наберем. Значит, наберем. Переходим дальше. Переходим играть с вашим соперником по этому раунду. У нас Арсалан. Арсалан. Какая тема у вас? Я беру Блиц. Ну, такая прекрасная тема искусства. Блиц лучше. Нет, Блиц лучше, да? А сколько вы хотите набрать на Блиц? Какой у вас план? Какой у вас стратегия? 12? А один ответит неправильно. Ну, как минимум 12. Как минимум 12. Хорошо. Давайте выбирать. 10. Что скрывает цифра 10? А там автомобили. Ну, вы как мужчина наверняка в автомобилях разбираетесь хорошо. Сами умеете за рулем ездить? Нет. Еще нет, да? Ну, все впереди, я надеюсь. Арсалан, ну, в Блиц вы играете не первый раз. Да? Да. Правила вы знаете хорошо. 13 вопросов. Готовы? Да. Время пошло. Европейская марка, в основе которых лежали автомобили «Жигули». Дальше. А в каком городе производит УАЗ «Патриот»? Дальше. А, ну, ладно, Ульяновск. Правильно. Что в характеристике автомобиля означает 4ВД? Четырех поршневых двигателей. Нет, неправильно. Он первым применил конвейер в автомобиле строения. Дальше. А советский российский автобренд регулярно побеждающий в ралли «Париж-Дакар»? Формула-1. Дальше. А в какой стране производит автомобиль «Ягуар»? Дальше. А какой самый дорогой автомобиль десятилетия, «Тойота» или «Мерседес»? «Мерседес». Неправильно. Современная марка малотоннажного грузовика Горьковского автозавода. Дальше. Грузовики «МАЗ» изначально делали в Москве или в Минске? Москве. Где? В Москве. Неправильно. Советский российский малый внедорожник на базе «Лады». Дальше. А «Рено Логан» или «Рено Дастер» что собирают в России? «Логан». Неправильно. Главная особенность машин компании «Тесла». «Электромобиль». Правильно. «Электромобиль». Ну, главное, мы закончили на правильном ответе. Это хорошо. Два правильных ответа. Я же говорил, надо было искусство брать. Ну. Ну, тем не менее, вы достойны аплодисментов. Давайте пройдемся. Европейская марка в основе первых автомобилей с «Жигули». Это итальянский «Фиат». УАЗ «Патриот» делают в Ульяновске. Что в характеристике автомобиля означает 4ВД? Это полный привод. Он первым применил конвейер в автомобиле строения. Это «Генри Форд». Российский бренд, который побеждает в ралли «Париж-Дакар». Это «КамАЗ». Автомобиль «Ягуар» производят в Великобритании. Самый дорогой автобренд десятилетия – это «Тойота». А современная марка малотоннажного грузовика Горьковского автозавода – это «Газель». «МАЗ» изначально – это Минский автомобильный завод. Российский малый внедорожник на базе «Лады» – это «Нива». Рено «Логан» и Рено «Дастер» – все это собирается в России. Про электромобили вы ответили правильно. И тем не менее, «Арсалан» молодец. Друзья, первый раунд на этом заканчивается. Переходим к следующему. Встречайте раунд номер два. Я достаточно доволен этим раундом. Стоит попробовать искусство. Возможно, бы заработали больше баллов. Блиц все-таки предназначен для набирания баллов. Не получилось набрать большого количества. Я считаю, что решение было верным, так как искусство было слабой стороной. Но я, к сожалению, подвел свою команду. Во втором раунде первым на вопрос ответит игрок команды школы номер 32 – Егор Бумбошкин. В прошлый раз не справился с вопросом по биологии. В чем винит – волнение. Ожидания четвертьфинала – самые лучшие. Его соперница – ученица школы номер 57 – Алена Николаева. В отборочной игре также не смогла ответить на вопрос по биологии. Несмотря на ту неудачу, надеется помочь команде пройти дальше. Итак, друзья, перед вторым раундом счет 11-7. Но команда школы номер 32 уже использовалась. Право на блиц. Немного это им принесло баллов. Но, тем не менее, они были. Сейчас у нас игроки Егор и Алена оба отвечали в предыдущем раунде на вопросы по биологии. И в этот раз биология досталась только Егору. Готовы вы, маэстро, сыграть со мной вопросы по биологии? Сколько баллов хотите? Шесть. Одно из высочайших деревьев на земле, вероятно, получило свое название от имени вождя североамериканского индейского племени. Какое же это дерево? Варианты? Нет. Сам? Время. Большой змей, что ли? Какие-то имени вождя североамериканского индейского племени, а уже по совместительству какое-то там дерево. Ну, я думаю, что это секвойя. Ну, конечно же, это секвойя, Егор. Это секвойя. Секвойя самое, пожалуй, высокое дерево. Последний император. Алена, ну как вам секвойя? Нормально. Ну, вы знали, конечно. Конечно. По вашим умным глазам я вижу. Но у нас-то с вами вовсе не биология же, правда? Да. У нас-то с вами литература моя любимая. А ваша? Ну, сейчас проверим. Ого! Ну, давайте проверять. Стоимость? Шесть. Ученые объединили произведения Гоголя в цикл «Петербургские повести». Сюда вошли Невский проспект, записки сумасшедшего, портрет, нос. Назовите пятую повесть. Наша задача вспомнить, какая? Я возьму вариант. Петербургские повести. Нужны варианты? Да. Внимание на экран. Игроки, женитьба, утро делового человека, шинель. Санаткача. Время. Итак, Алена, «Петербургские повести». Это Невский проспект, записки сумасшедшего, портрет, нос и... Шинель. Да, конечно. Абсолютно правильно. Ну, в общем, всегда приятно, когда игроки отвечают правильно, быстро и ничтоже сумнешься. Молодцы. Продолжаем, друзья. Раунд под номером три. О конфуции. На вопрос по биологии я бы тоже ответила. По литературе. Я взяла варианты, потому что волнение и сомневалась. Хотя знала ответ. Биология – это мой любимый предмет. Мне повезло, мне попался легкий вопрос, как по мне. Но я бы так же, как и мой соперник, был бы вариант ответа, потому что были все-таки сомнения. Наш результат – 17 баллов. Я думаю, что это был хороший, но могли бы и лучше. Отвечать на вопросы конфуции от команды школы номер 57 будет ее капитан Салбон Шайдонов. В прошлой игре заработал 6 баллов в капитанском фильтре соперника. А сам взял блиц и ответил на три вопроса. Самым сложным ему показался раунд на знание истории и культуры Китая. Надеется, что сегодняшняя игра будет прежде всего интересной. С ним поспорит Егор Бумбошкин из школы номер 32, который уже появлялся в игре. 17-11. Пока впереди команда школы номер 32. Мы начинаем играть раунд, который для нас подготовил Институт Конфуция Бурятского государственного университета. За что им большое спасибо. Начинаем мы вместе с человека, который носит прекрасное имя Егор. Да, Егор? Ну как, второй раунд подряд. Вы ничего в форме, не устали? Да, нормально. Хорошо. Тогда давайте выберем вопрос вместе с вами. 6. Номер 6. Что скрывается под этой цифрой? Вот такой вопрос. Какой по конфуцианским принципам главный путь вхождения в правящую элиту для управления страной? Какой главный путь? Что должны сделать пройти люди, которые хотят выйти в правящую элиту и управлять страной? Сам. Сам. Ну, тем более, по конфуцианству жить честно, в проявлении вот этих основных конфуцианств. Итак, Егор? Ну, я думаю, что главный путь по конфуцианству, вхождение в правящую элиту, это просвещение. То есть тот, кто управляет страной, должен быть умный правитель. Да, я с вами согласен. Но вот чтобы войти в эту элиту, в чем путь? Ну, просвещение. Ну, то есть, чтобы человек вошел в правящую элиту, он просто должен быть умный. Ну, да. Как бы это так сказать. Ну, либо подтвердите, либо дополните. Мне вот недостаточно этого ответа. Ну, умным, просвещенным, многознающим. Какой он должен быть? Егор, мыслите вы правильно, но вот в чем, собственно, сам путь? Что должен преодолеть человек? Что должен пройти, прежде чем он станет? Ну, давайте. Раз, два, три. Есть? Ответ. Нет, этого мало. Этого мало. Егор. Салбон. Возможно, это путь самосовершенствования. Ну, да, все верно. Все верно, но вот еще есть кое-какая, я не знаю, преграда, что ли, назовем ее так. И человек должен ее пройти, прежде чем он сможет войти в правящую элиту. Путь гуманности? Нет, не туда немножечко. Значит, смотрите, по Конфуцию, прежде чем человек войдет в правящую элиту для управления страной, он должен сдать систему государственных экзаменов. Экзаменов, прежде чем он сможет стать членом правящей элиты. Вот так, экзамены. Вот Конфуция считал так. Салбон, продолжаем. Давайте выберем вопрос для вас. Два, три, четыре, девять, десять. 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 Номер десять. Конфуцианский Китай – страна, где было принято три вида покорности. Покорность отцу, покорность императору и еще один общий для всех вид покорности. И вам надо продолжить. Подумайте. Итак, Егор, а Конфуцианский Китай? Это вот очень важно. Страна, где принято три вида покорности отцу, императору и… Себе. Покорность себе? Нет. Покорность себе как-то… Не знаю. Нет, неверно. Егор, есть мысли? Может быть, покорность законом или традицией? Законом. Законом и… Традицией. Совершенно верно. Да, покорность, традицию, ритуалу. Молодец, Егор, правильно. Давайте поаплодируем, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, этот раунд завершен. Я напоминаю, что партнер программы – это компания «Полином». Компания «Полином» дарит команде-победительнице сертификат на 50 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Не повезло и, наверное, мало знал. Ну, чтобы изменить ход игры, нужно зарабатывать баллы в последующих раундах. Я не так понял вопрос, а так я… У нас 23 балла, результатом доволен. Дополнительный раунд на знание бурятского языка открывает Гасыгма Санжаева, игрок команды школы номер 32. Еще не успела принять участие в великолепной пятерке, но настрой только на победу. Ее соперница – Билигма Сандажапова из школы номер 57. В прошлый раз вместе с командой отвечала на вопросы в раунде на знание китайской истории. И вопросы показались ей довольно сложными. Задача на сегодня – пройти дальше. Ну что ж, Министерство образования и науки Республики Бурятия всегда помогало программе «Великолепная пятерка». Не оставили они нас и в этот раз, за что им большое спасибо. Прямо сейчас мы начинаем раунд, посвященный бурятскому языку. Гасыгма и Билигма у нас за игровыми трибунами. Девушки, ну как, волнение отбросим. Я думаю, что с бурятским вы справитесь прекрасно. Ну что, команда школы номер 32 набрала уже 23 балла и уже в четверке лучше. Надо только набирать и набирать баллы. А вот у команды школы номер 57 еще недостаточно. Поэтому мы на вас надеемся. Начинаем. Мы играем с вами. Выбирайте. Вопрос для себя. 15. Какой? 15. 15. Номер 15. Самый последний вопрос. Переставьте букву в слове «ротл» – «сапоги», так, чтобы получилось новое слово. Сама. Да, сама. Только сама. Время. Тулок какой-нибудь. Ну, может быть. Тулок. Да, пришлось в бурятский учить. Ну. Ну, самое получилось у вас? Ну, я предполагаю, что это слово – «тугол». Что это значит? Помощь. Ну, услуга, помощь. Ну, «тугол». «Тугол». Да. Вот у меня, я, конечно, вам доверяю больше, чем тому, что у меня написано. У меня написано, что «тугол» – это теленок. А, ну, да. Но слово, в общем-то, вы назвали правильно. Поэтому 6 баллов для вас. Ну, говори, что-то. Справились. Теперь посмотрим, как справится «белегма». Ну, вы-то про теленка, да? Головой покивали, значит, знали. Теперь выбирайте для себя. 6. Номер 6. Что под шестым номером прячется у нас? Вот такой вопрос. Слово «сапхи» – заимствование. Уточните, от какого русского слова. У вас полминуты «белегма». Сапхи. Сапоги, наверное? Нет. Сапхи. Бутыл это сапоги. Ум. Ум. Сапхи. Чеще. Ум. Ум. Итак. Заимствование слово из русского языка. Ваш вариант. От слова «сапог». Ну, конечно. Ну, конечно. Абсолютно правильно. 6. 6. Друзья, в этом раунде. Молодцы. От слова «сапоги». Переходим к следующему, четвертому раунду. Игра набирает обороты, друзья. Поехали. Я считаю, что раунд прошел на ура, так как мы вдвоем ответили на свои же вопросы. Я знала как свой, так и вопрос соперника. Я думаю, я хорошо справилась, но это все благодаря легкому вопросу. Я ожидала более тяжелого. 17 баллов, но если сравнивать с 32-й школой, это, конечно, мало. Но я думаю, каждый результат – это тоже результат. Капитан команды, который сейчас будет отвечать, и следующий игрок вполне справится со своей задачей. И мы наберем еще больше баллов. В четвертом раунде у Тумбы вновь появляется Салбон Шайдонов, капитан команды школы номер 57. С ним поборется ученица школы номер 32 Диана Базирашвиля. Новичок великолепной пятерки. Но за игрой команды в отборочном раунде пристально следила и осталась довольна. 29-17 по-прежнему впереди команда школы номер 32, с чем, конечно, совершенно в корне не согласен Салбон Сергеевич, капитан команды школы номер 57. Салбон, давайте, давайте. Я беру блиц. Я ждал этого. Я ждал этого Салбон. Вот таблица. 12. Как интересно. Нет, не интересно. Да, перестаньте. Нет разве? Ну, это испытание, я скажу вам. Если вы пройдете его с честью, это будет успехом не только для вас, но и для всей команды, для всей школы номер 57. Финансовые биржи. 315 лет в этом году отмечается первой российской биржи. Будете отмечать этот праздник? Нет. Давайте так. Ответите хорошо, значит, будете. Нет, значит, нет. 13 вопросов. Соберитесь. Попытайтесь дать максимальное количество ответов. Готовы? Да. Начинаем. В каком городе Российской империи была открыта первая биржа? Санкт-Петербург. Правильно. Торговые посредники, работающие на бирже? Не знаю. Дальше. Дальше. А какая биржа старше? Амстердамская? Амстердамская. Правильно. На улице Нью-Йорка стала символом биржового рынка США? Дальше. Тихо. Ценные бумаги, которые в основном торгуются на бирже? Акции. Правильно. Ценные бумаги самых надежных компаний, как и сами компании, называются голубые? Фишки. Правильно. Биржи веков, играющих на понижение цен, называют медведей, на повышение быки. Кому стоит память? Быкам. Кому? Быкам. Правильно. Прибыль от владения акцией называют... Доход. Как? Доход. Нет, неверно. Рост цен. Это инфляция или эмиссия? Эмиссия. Неправильно. До 2012 года московская биржа называлась ММВБ. Московская межбанская биржа. Что означало В? Валютная. Валютная, верно. Биржевой индекс отражает число игроков биржи, количество успешных компаний... Общую динамику. Правильно. Динамику рынка. Общую динамику рынка. 7 правильных ответов. Да вы герой, мне кажется, за лбу. Такая сложная тема и 7 баллов. Давайте пройдемся по правильным ответам. Торговые посредники, работающие на бирже, они называются маклеры или брокеры. Улица Нью-Йорка, которая стала символом биржевого рынка США. Не, я не знаю. Уолл-стрит. Прибыль от владения акцией называют дивиденды. Рост цен – это инфляция. Московская межбанковская валютная биржа. На все остальное вы ответили правильно. Молодец. Давайте поаплодируем все одно. А теперь давайте знакомиться с Дианой Базирашвили. Мы с вами, Диан, не знакомы еще. Да. Что-то вы пропустили одну восьмую. Я вот ждал вас, ждал вас, не было. Ну вот, наконец-то. Ну как вам у нас? Нравится? Да. Волнение какое-то присутствует? Практически нет. Вот это замечательно, потому что волнение, конечно, может даже вас сбить с толку. Но вы у нас вышли отвечать на географию. Предмет, давайте скажем, несложный. Ну да, в принципе. Сколько мы возьмем? Шесть баллов. Шесть баллов. На какой высоте над уровнем моря находится граница между земной атмосферой и космосом? Так называемая линия Кармана. Я возьму вариант ответа. С удовольствием вам их предоставлю. Итак, четыре варианта. 9,8 километра, 100 километров, 1 километр, 2500 километров. Линия между земной атмосферой и космосом. Еще подсказку? Нет. Время. Я бы сказал, что 100 километров. Нет. Я бы 2500 километров. А может, и 100 километров. Итак, линия Кармана. Я предположу, что это 100 километров. Американский ученый Теодор Фор Карман сказал, что эта линия проходит на высоте 100 километров. Вы молодец. Браво. 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 Ну что ж, очень результативным получился этот раунд, друзья. Пятый, заключительный, решающий. Посмотрим, как команды подготовились к нему. Поехали. Думаю, что я очень хорошо сыграла, потому что я лишь предполагала правильный ответ. Игра очень хорошо слаживается. Наша команда достаточно много баллов набрала. Я думаю, это будет большой прорыв. Нужно зарабатывать баллы, а блец – это всегда хорошая возможность заработать, как можно больше баллов. Мне кажется, нужно еще заработать. В заключительном раунде первым на вопрос ответит Андрей Бадмаев. Капитан команды школы номер 32. В отборочном раунде не справился с химией. Очень мешало волнение. Несмотря на это, настрой на сегодняшнюю игру – боевой. Завершает третий четвертьфинал сезона Сергей Ачиров. Игрок команды школы номер 57. В прошлой игре сыграл достойно. Заработал 12 баллов на вопросе соперника по физике и на своем по математике. При этом особых сложностей в отборочном раунде не испытал. Ну что ж, друзья, мы как всегда благодарим публичное акционерное общество. ТГК-14 и лично Алексея Анатольевича Лизунова. А также акционерное общество «Улан-Уденский авиационный завод» за помощь в подготовке нашей игры. У программы «Великолепная пятерка» существует свой хэштег. Выглядит он вот так в пятерке. Самые интересные, самые креативные, смешные фотографии в ваших социальных сетях. С этим хэштегом мы отметим призами от телекомпании «Арегус». Продолжаем, друзья, вернее, будем уже заканчивать пятый финальный раунд. При счете 33-24 мы начинаем играть со школы номер 32. Андрей Бадмаев. Андрей, ну что, ваш любимый учитель физики сейчас сидит, переживает. Давайте посмотрим, чему он вас научил. Выбирайте номинал. 6 баллов. 6 баллов по физике. Холодильник проработал с открытой дверцей в теплонепроницаемом герметичном помещении. Как в итоге изменится температура воздуха в этом помещении? А так, Андрей, что думаете? Я отвечу сам. С вариантами? Без. Думаете, отвечайте. Единственное, что, в принципе, работал двигатель. Может быть, если нагревание вот этих обмоток было, то теплее стало. А так, не учитывая нагрев обмоток, то не изменится температура. Итак, Андрей, послушайте меня внимательно. Прямо сейчас, если вы ответите правильно, я с большой долей вероятности вам скажу, что вы выйдете в свою команду в полуфинал. Потому что тех очков, которые вы набираете, вам уже достаточно для прохода. Несмотря на то, что у нас еще даже не сыграно четвертая игра. Поэтому вопрос. Холодильник проработал с открытой дверцей в теплонепроницаемом герметичном помещении. Как изменится температура? Воздуха. Я считаю, что температура воздуха не изменится. Ну, объясните. Давайте просто не изменится. Давайте просто не изменится. Не хотите объяснять? И 6 баллов я вам тоже тогда не дам. Это неправильно. Температура изменится. А вот как она изменится? Может, Сергей Андреевич нам скажет, ну что, его-то команде очки, ой, как нужны. Уменьшится. Уменьшится это что значит? Температура в комнате опустится. То есть она охладится. Да. Вот так скажем, да? Температура охладится за счет того, что... Ну... Сергей? Да. Да. Температура в комнате охладится за счет чего? За счет холодильника. За счет чего? За счет холодильника. Холодильника. За счет того, что дверца открыта. Угу. А на самом деле, друзья, работа двигателя превратится в итоге в теплоту, которая нагреет воздух. Какое-то непонимание в глазах, но ладно, друзья. Давайте продолжим. Сергей Андреевич, пока у вас 24 балла. Хороший результат. Достойный результат. Но мало. Чтобы чувствовать себя уверенно и не ждать, как сыграют команды в четвертом финале, вам нужно, конечно, еще набирать. Русский язык у нас с вами. Шесть баллов. Шесть баллов. Найдите среди этих союзов сочинительный. Так как, однако, если, словно, чтобы. Сам? Сам. Думай. Время. Сочинительный союз. Однако. Так как, однако, если, словно, чтобы, и только один из них сочинительный. Какой? Однако. Однако вы правы. Сочинительный, противительный союз, однако. Молодец. Молодец. Как я, я не сильно доволен, но я очень доволен своими сокомандниками. Блиц у нас участник команды, ну, я считаю, что он готов ко многим темам, но не к автомобилям. Тут везде не я слишком большую роль не играл, и все-таки мы своим умом все пытались сделать. Ну, я знал, что двигатель нагреет помещение, но я перебыл на нас. Ну, в принципе, игра шла на равных, и мы немного не дотянули. Но команда в этот раз сыграла гораздо лучше, чем в прошлый раз. И я считаю, что это хорошо. Результат игры 33-30 в пользу команды школы номер 32. Давайте аплодировать обеим команду. Обе команды пока входят в четверку лучших, но посмотрим, как изменится рейтинговая таблица после четвертого четвертьфинала. А прямо сейчас мы готовы поздравить команду лицея интерната номер 1 и команду гимназии номер 59 со званием полуфиналистов. Друзья, увидимся ровно через неделю. Я Валерий Скосырский. Ну, все. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.